Добрый день, мне очень радостно вас видеть сегодня. Я несколько слов расскажу о том, как Хаббл помог одному из крупнейших астрофизиков НАСА выстроить систему, в которой он по-настоящему раскрыл большие ресурсы командного взаимодействия. Но сначала я расскажу несколько слов о себе и о тех страшных словах, которые уже были произнесены. Меня зовут Анна Лебедева, и я руковожу Международным Эриксеновским университетом. Это большой университет во всем мире, и в России он в 18 городах. Когда вы представлялись, называли те города, откуда вы приехали, мне было очень приятно, так как я во многих из них была. Это удивительно, когда ты начинаешь ездить по всей стране, и в каждом городе, где мы находимся, люди, с которыми вместе я начинала выстраивать технологию того, как можно раскрыть человеческие ресурсы. Сегодня, беседуя с вами, с людьми, которые пришли на TED, мне очень приятно видеть в зале столько юных лиц, потому что это одна из моих мечт, чтобы то, что делаю я, коучинг, как технология задавания эффективных вопросов, расширяющие любые возможности человеческого мозга, они проникли к людям, которые только начинают выстраивать свою карьеру и выбирают, кем они хотели бы быть. Потому что каждый из нас хотел бы по-настоящему здорово и ясно себе ответить на вопрос, кем я хочу быть, какова моя мечта, как я пойму, что я достигаю результатов, как я начинаю жизнь такой жизнью, которой я хочу по-настоящему гордиться. Все вот эти вопросы, это вопросы, которые я обычно задаю людям, с которыми работаю. С самого детства я всю жизнь работала с людьми. И начиная с пионерских лагерей и заканчивая тем, что я делаю сейчас, каждый день постоянно у меня возникали вопросы, где лежат те технологии, которые по-настоящему могут раскрыть потенциал людей, особенно в командах. С самого юности я искала, где могут быть такие ресурсы, которые помогут людям не драться и не противоречить друг другу, не вступать в конфликтные отношения, а найти возможности договариваться. Это сложно, когда у каждого из вас своя задача, каждый хочет протолкнуть свою идею. И зачастую нам не хочется слушать кого-то другого. Как сделать так, чтобы люди, объединенные вместе, не как лебедь, рак и щука, тащили в разные стороны эту несчастную тачку, которая является нашим проектом, а чтобы мы могли объединить свои силы и идти вперед вместе такой организованной командой, командой, которая вдохновляет. У каждого из вас, как, наверное, у меня был в жизни опыт такого яркого командного взаимодействия, когда кто-то с тобой рядом вместе что-то делает такое, чем потом мы вместе можем очень сильно долго гордиться. Для меня это моя компания, Эриксоновский университет, потому что, когда я начала работать, я долго-долго искала технологии. И однажды возник такой удивительный день в моей жизни. Я заканчивала бизнес-школу, а каждый человек, который занимается хорошим таким серьезным образованием, в какой-то момент понимает, как же так, завтра у меня нету плана по обучению, нет никакого экзамена, который мне надо сдавать. Ты идешь, и ты свободен, и ты больше не знаешь, что же тебе делать в жизни. Последний модуль моей программы вел очень счастливый такой волшебный дяденька. Я у него спросила, скажите, пожалуйста, а что с вами не так? Почему вы все время улыбаетесь? Что у вас в глазах такое? Как вы так вот общаетесь с людьми, что они с вами очень нормально коммуницируют? Он говорит, я коуч. Я говорю, что это такое? Объясните, пожалуйста, у нас такого слова не слышал никто. Ну, понимаешь, это как бы вопросы надо задавать, людей слушать, команды объединять. Я говорю, да, надо же, у нас в России вообще такого нет. А есть вообще где-нибудь учиться? Нет, говорит, придумывай сама, потом найдешь. И потом действительно я нашла для себя это место, где вместе со своим научным руководителем мы стали выстраивать систему, которой можно вместе объединить людей на основе очень простых и базовых принципов. Принципов того, что мы можем вместе, принципов того, что у всех есть ресурсы. Три головы лучше, чем одна. Если хорошенько подумать, потом это можно сделать. И та тема, которая у нас будет сегодня, она касается именно НАСА и того, как на основе вот этой удивительной такой проектной работы над телескопом Хаббл один из великих сотрудников НАСА смог разработать систему выстраивания команд. Это удивительная тема, удивительная тема, что первый телескоп, который был создан на космической орбите, два с половиной метра, он был с помощью шаттла Discovery выведен на орбиту в 90-м году. Его строительство сопровождалось невероятными сложностями командной работы. Это просто удивительно, когда начинаешь читать историю того, как НАСА и все подрядчики, с которыми они работали вместе договаривались, просто это поражает теми конфликтами, которые рождались на пустом месте. Как это возможно, что очень взрослые, очень образованные, технически подкованные люди не могут сесть за стол переговоров и просто договориться, кому что нужно. НАСА все время говорила о том, что их подрядчики затягивают сроки, что им неинтересно, что так как они уже заключили контракт, поэтому теперь они переключаются на другие задачи и не хотят вкладываться в этот очень важный проект, выстраивание такого волшебного телескопа, который будет в 10 раз лучше снимать, чем любой планетарный телескоп, так как космический телескоп может снимать и ультра, и инфракрасные волны, то есть он может идти в очень глубокий дальний космос, снимать то, что с Земли снять просто было невозможно в те времена. Но подрядчики постоянно оттягивали сроки. Ежеквартально увеличивали срок сдачи на месяц. Ежедневно под конец срока выпуска телескопа уже на космическую орбиту они затягивали сроки на каждый день, на день. Это было поразительно. Бюджет программы увеличился в три раза. Начали они работать в 1978 году. Телескоп вот этот большой красивый, вот это зеркало удивительное, которое никто в мире не мог до этого сделать, его полировали очень долго, его полировали почти три года. И каждый день увеличивался бюджет проекта. И деньги, которые выделили Европейское космическое агентство и НАСА, они увеличивались с каждым днем. Простые, простые, простые срывы, огромные конфликты, обвинения НАСА стали очень жестко подходить к своим субподрядчикам и всех их обвинять во всех смертных грехах. С другой стороны, субподрядчики очень сильно обиделись и перестали пускать сотрудников НАСА на свои заводы. Потому что это были секретные военные заводы, это был немирный космос, как сами НАСАвцы. И они просто закрыли для них доступ и не давали им возможности войти. Простые коммуникационные проблемы, то, что очень важно, команды, вот этого там просто не было. И все те, кто там находились, даже не могли заметить, что то, что они делали, это было ненормально, это нехорошее отношение. Такие отношения нельзя выстраивать с людьми. И то, что потом назвал Чарльз Переринг, тот, который разработал командное взаимодействие, очень важной основой выстраивания команд, честность и открытость, она там не существовала. То, что у них происходило, это была такая норма, вранье и откладывание сроков, как норма. Это было удивительно. Когда телескоп после четырех лет хранения на складе, каждый месяц хранения на складе стоил 6 миллионов долларов, почистили и вывели на орбиту, была обнаружена такая удивительная вещь. Если вы посмотрите на эти снимки, вы увидите вот этот первый снимок. Оказалось, что самое большое красивое зеркало, которое столько лет полировали, показывало снимки немногим лучше, чем снимки с Земли. Это был огромный конфликт. Чарльз Перерин, тот, который возглавлял астрофизическое направление НАСА и был очень сильно задействован в том, чтобы разрабатывать весь этот проект, он был в шоке. Он просто не верил. Он думал, что все его друзья подговорили, все местные газеты и просто напечатали там вот этот снимок для того, чтобы просто его каким-то образом развеселить. Но когда ему позвонили уже из НАСА и сказали, придите, пожалуйста, на работу, что-то происходит, он понял, насколько это все серьезно. Оказалось, что один технический специалист на один миллиметр сдвинул середину вот этого зеркала, и когда обнаружил зазор между держателем и зеркалом, он просто туда вставил железную шайбочку. И потом все те годы, пока шло давление, НАСА проверяло, и нужно было проверять с технической стороны допуски. Нулькорректоры показывали, что неправильно установлено зеркало, но никто не обращал на это внимания, потому что нам нужно было в срок быстро, точно, никто не волнуется ни по поводу чего. И оказалось, что когда уже на орбите, на околоземной орбите оказался телескоп Хаббл, огромный телескоп, который был призван совершить большие открытия, он был первым из подобного рода телескопов на планетарной орбите, оказалось, что то, что было сделано трудом огромного количества ученых за огромное количество лет, просто из-за того, что кто-то не смог кого-то проверить, кто-то не смог с кем-то договориться, показывал вот такой снимок. Только через несколько лет была отправлена экспедиция, и на все приборы, на все камеры, которые стояли на телескопе, пришлось давать такие линзы, которые возвращали обратно вот эту помеху, чтобы можно было ее нейтрализовать. Это было сделано учеными, и, конечно же, они нашли возможность с помощью широкоформатной планетарной камеры делать вот такие волшебные снимки дальнего-дальнего космоса, то, что человеку раньше было недоступно. Сейчас, на сегодняшний день, конечно, есть уже другие технологии. То, что сделано было на Хаббле, конечно же, уже на сегодня доступно многим. Однако на тот момент это был прорыв в науке. Любой астронавт мог объявить заявку, и его проект мог получить время наблюдения. Все, что создано на этом телескопе, оно в открытом доступе. Любой человек может посмотреть на все результаты. И особенно красивые снимки, они видны, можно их найти в интернете, они удивительны. То, как рождаются звезды. Тот человек, который руководил проектом, после окончания поправки, когда все-таки уже починили телескоп, он решил уйти из нас на какое-то время и ушел в университет изучать команды. То, что было названо вопиющей ошибкой руководителей, он решил исправить, найти технологию, с которой он может помочь. Мы сегодня присутствуем при таком достаточно трепетном для меня моменте, потому что мы недавно совсем начали с ним работать, и это, по сути, первое выступление, которым я рассказываю о том, какова технология выстраивания команд. Когда он обнаружил, что по-настоящему важно именно то, как работают люди вместе, он стал искать систему координат. А как померить, так как он был физиком, он был техническим человеком, не то, что мы психологи, задающие вопросы. Он решил померить, как можно померить технические параметры общения людей, для того, чтобы можно было создать ясность, четкие показатели, к которым можно стремиться. И он взял две точки. Одно дело, как люди обрабатывают информацию на основании интуиции или на основании чувств. Вторая часть — это принятие решений. Как они принимаются, эмоционально или логически? У него получилась очень интересная, простая система, в которой есть четыре подраздела. Раздел желтого менеджмента, где необходимо, соблюдая все договоренности, поддерживать людей. Раздел зеленого менеджмента, где руководитель взращивает, задает вопросы, пестует людей. Раздел синего менеджмента, где с точки зрения синего неба можно мечтать, придумывать все, что угодно и смотреть в мир с реальным оптимизмом, придумывать проекты на основании реального оптимизма. И оранжевый менеджмент, где необходимо пойти в точку А, что-то взять и донести до точки Б четко, конкретно и в срок. Он разработал показатели, которые помогли ему опредметить и посчитать все вот эти четыре области. И с тех пор, начиная с того центра Маршалла, который занимался исследованием Хаббл, Чарльз Перерин, уже в течение восьми лет разрабатывает и прорабатывает НАСовские команды, и они достигли удивительных результатов. Если в начале пути почти все команды по всем показателям, которые он выбрал, показывали ужасающие результаты, то на сегодняшний день многие из команд уже находятся на верхушке развития по шкале от 1 до 10, они уже на 8, на 9, они договариваются, они любят своих подрядчиков, и про них подрядчики говорят, да, с ними можно работать, у них можно брать заказы. Люди — это важно. Любую прекрасную техническую машину два-три человека всегда могут разобрать, вынуть какую-нибудь гаечку или наоборот ставить ее. Люди важнее, чем машины. Это раз. А второе — TED — это важно, потому что на TED, когда мы смотрим на великих людей, ну, мы в России только начинается, такое зелененькое маленькое деревце, когда мы смотрим на дерзкие большие умы и эти большие умы могут что-то такое сказать, с чем мы можем либо поспорить, либо согласиться, но тем не менее мы начинаем думать. Для нас это такой огромный глоток воздуха, и мне очень приятно и большая честь быть человеком, который открывает сегодняшнее наше собрание TEDx. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН